вот отличные бархатцы растут у меня в этом сезоне прям хорошие шапочки у них прям отличные отличные это у меня из рассады но это семена дорогие это по моему антигуа yellow называется княжик вот смотрите я покупала на рынке за 200 рублей хорошо оплетает сетку прям очень-очень хорошо я его уже видите даже в обратную сторону загнула потому что он уже вот выше сетки вот так что меня все устраивает даже муж сказал ничего себе вот это он дает я говорю ну да посмотрим здесь у меня никак что-то не может зацвести герату здесь как обычно все вот один хорошо все цветет а вот тут вот что-то прям еле-еле так но грядочки у меня уже пустеют потихонечку капусту уже маленько собрали тут конечно у меня раскопки идут каждый день удобряет котик не забывает вот так что вот такие дела так идем дальше всем привет салтая пришли в теплицу убирать помидоры вот помидор много наспела просто завались можно сказать так он уже даже подсыхают они чуть-чуть я тут отвлеклась за них про них забыла немножко сейчас будем собирать по сортам в ящике складывать обзор показывать я не буду делать я довольна результатом все хорошо вот а потом я буду пробовать и оставлять уже потому что в этом сезоне у меня 83 вида томатов это очень много я буду оставлять всего пять видов определюсь попробую два желтых два розовых один красный те которые крупноплодные салатные и одну грядку на улице буду делать засолочных и все потому что такое количество перерабатывать это очень много у нас каждый год остаются остаются заготовки и уже их так много что вообще хотя я с сестрой делюсь но много много мы выращиваем томатов все сейчас мы приступаем поэтому извините обзор делать не буду вот только скажу вот такая новинка томат толстушка пока не холодненькие как видите не влажно ничего вот сейчас мы быстренько соберем потому что вчера вечером я приходила в теплицу после тебя не прям были горячие но все приступаем к работе ну вот примерно так осталось сильно спила я не стала собирать и хочу обратить ваше внимание мишка косолапый тут саша уже эти маркеры у меня унес некоторым очень очень плодовитый вот посмотрите я нечаянно обрезала вот такой крупный томатик у меня руки грязные извиняюсь сразу вот обрезала нечаянно вот смотрите какие хорошие ровненькие плоды вяжет вот смотрите это все мишка косолапый вот такие прям огромные помидорчики огромные посмотрите прям мишка мишка и вяжет до самого этого до верху сейчас я вам покажу вот наверху какие висят красавцы смотрите просто красотень обратите внимание сорт мишка косолапый желтые томаты я бы сказала даже лимонные не такие я еще посмотрю сколько покажу вам сколько мы собрали отлично отлично посмотрите какая красота просто супер супер есть конечно разочарование некоторые сорта но тем не менее в основном томаты хорошие но опять же повторю оставлять буду пять сортов вот это золотой кенигсберг он как правило завязывает мало плодов в этом в этом сезоне завязал уже хорошо я уже семена собираю с него так когда я покупаю я покупаем да вы же знаете там мало семян вот именно золотого кенигсберга мало семян ну вот такой у меня золотой кенигсберг в этом году здесь еще два томатика срезала и вот еще один распелый спелая ставила тоже на семена этот упал сам но тоже будет лежать все а сейчас у нас ответственное дело идем на картошку правда у нас что-то ураганный ветер такой разыгрался мчс передали что будет ну штормовое и ливень сквалистым дождем со шквалистым ветром в общем вот как то так ну посмотрим пока такое небо непонятно и вроде солнышко такое затуманенное и ветерок гуляет но ветерок гуляет для работы это очень хорошо ну вот как то так вот там под потолком еще томаты вовсю ну уже мало осталось очень плодовитый томат южный ветер этой серии шоколадных вот но выбросы есть он смотрите вот тут вот но южный вечер прям там много плодов на на 20 с одного куста сняли и такие ничего хорошие разочарование полная кстати вот это вот видите это кофе с молоком больше не сажу ну все всем пока пока идем дальше день день только начинается планов много картошечка на обед будет жареная картошечка я думаю многих такая традиция когда картошку копаешь обязательно хочется пожарить ее со свежечка как бы хотя до этого мы тоже уже подкапывали но это уже не то согласитесь а когда накопаешь всегда у нас сколько мы вот на поле садили картофель всегда приезжаем отбираем ведерко для дома для для квартир мы же квартиры всю жизнь прожили это вот занесло нас село но не важно мы довольны что я особенно что мы живем в селе так что все пошли на картошку так ну вот друзья урожай наш урожай наш урожай что-то там вот гнилую вообще все оставил так мне надо найти южный вечер у тебя южный вечер отдельно да саша вот смотрите сколько южный вечер ну вот тут потресканный конечно томат ну вот посмотрите какое количество я считаю что хорошо то черрики у нас про черри вот проводите отдельно вам видео сниму такой обалденный сорт мы открыли для себя я его уже в прошлом году открыла по моему и в этом году я обязательно и не к не отказываюсь от него но видите есть такие порченые уже но сегодня будем делать томатную пасту с травами с чесноком вот всякие томаты вот это кстати канары вот они заявлены вот как все а вот всего лишь вот обманывать не буду даже пальцы по своей не показывать в общем вот как то так так это сладкий пончик вот такие желтенькие это медовый лет вот два всего но смотрите какой он огромный огромный я его взвешиваю обязательно вам покажу так это алтайский мед я буду собирать много семян потому что весной не везде продаются семена и поэтому лучше свои иметь так это я не знаю что это шапка мономаха вообще ни о чем или это пересорт или что но это вообще ужас ужасный вот это там бычье сердце оранжевое но бычье сердце сложно назвать что это и бычье сердце ну тоже неплохо хорошо дал я так бегло я не буду останавливаться вот оранжевый бочонок тоже хорошие томатики на то они уже переспели видите я уже показываю все переспевшие точно в кармане по словам уже групп перчатки оставила ну в общем вот как то так нам очень даже хватит у нас еще очень много в сарае мы сняли с открытого грунта там у меня еще грядка была с крупными томатами тоже покажу вам попозже ну все пожелайте нам удачи сил и все идем на картошку выкопали мы картошку и конечно же вот сейчас идет жарко жарим ее картошечку мы всегда жарим но я не просто жарю как бы сезон когда есть овощи я добавляю перец помидоры и вот сосиски еще две штучки добавила лук в общем что хочу сказать по урожаю картошки урожай не велик у нас можно сказать урожая нет но я выписывала из интернет-магазина картошку новый сорт кабинка называется она красная я вам потом ее покажу вот такая крупная красная красная вот мы ее решили пожарить эту картошку будем покупать в общем что хочу сказать раньше мы выращивали три подряд года под сеном или четыре да три или четыре года под сеном лучше этого способа мне нет в земле она не такая а под сеном всегда урожай всегда урожай подкладываем потом травку косим она подсушивается я ее собираю и подкладываем и картошечка чистая крупная и в любой момент вот когда уже начинается например в конце августа можно подойти спокойно туда рукой залезть сена оторвать круг крупненькую и она опять растет дальше в общем как то так время у нас два часа мы управились быстренько очень меня это радует погода у нас портится так сейчас я покажу вам быстренько ветер дует в общем небо такое серое-серое что-нибудь надует но я рада что мы выкупали выкупались выкопали картошку хоть немного но на первое время хватит остальное будем покупать и потом если что на будущий год буду выписывать из интернет-магазина посмотрим вот этот сорт не знаю говорил или нет называется калинка потом я вам покажу вот такая вкусняха получилась очень очень аппетитно вкусную обалденно сейчас будем объедаться после хорошей работы всем пока пока